Динамо Динамо Поднимать настроение динамовским болельщикам пришлось Александру Хованову и Дмитрию Домани. В перерывах матча они провели автограф-сессию. Я первый раз на хоккее и я думаю, что очень надеюсь, что не последний раз. Мне очень понравилось. На хоккее был всего два раза. Это второй раз. Поэтому очень динамично, сродни баскетболу. Поэтому принятие решений принцип такой же, как в баскетболе. Поэтому мне эта игра очень импонирует. Тем более такой хороший клуб. И я думаю, что буду приходить почаще. Поддерживать свою команду в Лужниках умеют. Трибуны верили в Динамо до последнего. Еще больше эмоций стало после того, как Александр Еременко отразил булит. А Андрей Миронов сократил отставание в счете. Третий период прошел в волнительном ожидании гола. Динамовцы были близки к успеху, но все тот же Карлсон был надежен. А вот Алтанин за несколько минут до окончания третьего периода установил окончательный счет. Три-один в пользу Йокерита. Создали достаточно моментов, чтобы могли игру выиграть. Это уже не первая игра, когда поначалу есть 2-3 хороших момента, чтобы выйти вперед. Умудряемся пропустить. А потом уже игра, как сказали, во втором периоде немножко потеряли голову. Сказали, дали очень много эмоций. Это была такая эмоциональная игра. Сегодня как бы старались завести, говорили, что все-таки Хельсинька сильная команда. Мы видим очень качественная, создавая в первом периоде не так уж много моментов, но очень качественно сыграли. Старались из себя выжить, один другого старались прижимать, скажем. Самоотдачи-то претензий нет. Все бились, боролись. Я думаю, работы сделали мы в 2 раза больше, чем противник, но безрезультативно. Так что, я говорю, подвели реализацию момента. Но может, это и сказалось, может, какие-то эмоции немножко потеряли. Финский клуб оказался не самым удобным соперником для московского «Динамо». Йокерит продолжает успешно играть в выездных матчах. Но белоголубым надо собраться и провести на хорошем уровне ближайшие домашние встречи. Уже во вторник матч против Салавата Юлаева.